Ульяновское отделение Союза художников России в этом году отмечает 80 лет. Как будет праздноваться юбилей и что будет проходить в рамках Пластовской осени, сегодня нам расскажет председатель отделения Николай Викторович Чернов. Николай Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что на сегодня представляет Ваша организация? Кто в нее входит? Сколько художников? Какие художники? Расскажите немного. Ну, организация по сравнению, допустим, с некоторыми другими организациями в Поволжье, в том же взять, да, она у нас сравнительно небольшая, у нас 81 член нашей организации. Значит, основное количество художников – это живописцы. Это было всегда живописцы, скульптора, графики и прикладники. То есть мы представляем все виды искусства, у нас наши художники представляют, да, все виды искусства, в общем-то, которые мы показываем на различных выставках. По художникам конкретно, если как-то говорить, то тоже, естественно, художники все разные, да. Есть художники такие, как Виктор Алексеевич Сафронов, да, как Аркадий Ефимович, Игуткин. Были еще два народных художника. Это Павлов, который не так давно ушел из жизни, который когда-то переехал к нам из Чебоксар. Был Моторин, тоже народный художник. Это вот такие, в общем-то, известные, такие маститые были мастера. Есть и заслуженные художники, когда-то были, и сейчас есть. То есть от таких высочайших мастеров, как, допустим, народные художники, и до таких вот довольно обычных художников, как сам председатель. Как скромненько. Немногочислен по сравнению с тем же Нижним Новгородом, с Саратовом. Даже Чебоксары город меньше, чем Ульяновск, но союз у них больше количественно. Ну, в качественном, мне кажется, в плане мы занимаем очень серьезное место в Поволжье. Потому что, проходя на выставке, мы, наверное, проходим почти тем же количеством, что проходят и они. То есть у нас очень серьезный союз, художники очень хорошие. Ну, организация 80 лет, такая дата очень такая солидная. Кто стоял у истоков вашей организации, Ульяновского отделения? Ну, да, организация в этом году исполнилась, но мы празднуем, я говорю, получается, весь год. Ну, так, наверное, весь год и будем продолжать праздновать. 80 лет, то есть в далеком 36-м году. Еще до 36-го года ульяновские художники организовывали выставки и персональные, и как-то объединялись. Но пришли все-таки к тому выводу, что одному художнику тяжелее гораздо, чем создав какую-то группу, какой-то союз единомышленников, союз творческих людей. Это было же, мы знаем, прекрасно и до революции, когда люди объединялись в какие-то союзы. Первые, наверное, это передвижники, потом и мироискусники, и союз русских художников. 1906-й, 1907-й годы. Да, 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 то есть они появлялись. Легче и выживать, и легче, наверное, проводить те же самые выставки. Поэтому решили создать такой союз. А Ульяновская область входила тогда в состав Самарской, да? И поэтому, значит, в Ульяновске было организовано отделение при Самарском союзе. Только уже после того, как Ульяновская область вышла из состава, Самарской области, это 1943, по-моему, да, год? Да. То есть тогда уже появилась самостоятельная появилась организация в Ульяновске. Ну, у истоков ее стояли такие художники по тем временам, в общем-то, ну, профессиональные художники, которые учились и в Академии художеств, некоторые из них заканчивали. Это Добрынин, это Панин, это Грошев, это Сверидов, по-моему, а, Родонежский. Ну, там довольно большой перечень. А первым председателем был Панин, избран тогда. Ну, это 1936 год, если вспоминать историю, был такой довольно тяжелый для страны. И тогда существовали везде почему-то тройки. Здесь тоже собрались, как в архивах я смотрел, собрались три художника, пригласили из Самары представителя, приняли такое решение. И, значит, тогда он не назывался председателем, а он назывался, как же, по связям, по связям с Головным союзом, то есть с Самарским Головным союзом. То есть он, в общем-то, не руководил, он просто-напросто то, что какие-то решения, принимаемые в Самаре, через него переходили сюда, и здесь все это решалось. Вот, конечно, он был немногочислен тогда, в те времена, даже еще, наверное, в 70-е годы наш союз насчитывал где-то немного более 30 человек. Но становление организации, наверное, произошло, ну да, произошло в послевоенные годы, когда художники много, тех, кто закончил уже серьезные институты, приехали тогда и из Прибалтики, и после Рижского института, и Моторин, и Лежнин. Моторин как раз потом долгое время возглавлял нашу организацию. И вот в это время проходило как раз становление организации. Это, получается, накануне столетия Ленинской даты, да? Ну, где-то в 60-е, 50-е, 60-е годы шел большой приток профессиональных художников тогда, именно в Ульяновск. Ну, те художники, многие из них, да, были, естественно, участниками войны, потому что, то есть, тот же Моторин, и Лежнин, и Парамонов, и многие другие, прошедшие, тяжелейшие вот эти вот годы. А приток 60-е, да, 50-е, 60-е годы, здесь и приезжают и скульптора, и Клюев, и со своей супругой Турская, да, и появляется, и Аэропетян появляется, То есть, тогда и скульпторов было довольно много, и Василий Петрович Шеломов, известный такой замечательный скульптор был, и Дягилев, и перед 70-летием, в 69-м году, и приезжает к нам по приглашению Сафронов Виктора Алексеевича, со всей семьей переезжает из тогда еще Горького в Ульяновск. И в 69-м году была первая, и, в общем-то, ну, наверное, последняя, вернее, не последняя, нельзя говорить. Ну, единственная была. Первая, да, ну, практически единственная, тогда Большая Волга проходила в Ульяновске, так как в 70-м году было, праздновали 100-летие со дня рождения Ленина, В такие крупные выставки их все-таки к каким-то датам относили, да, и под даты выстраивали. А у союза художников идет, как по ступеням все проходит, то есть сначала проходят областные выставки, потом проходят вот эти вот, как сейчас называют, межрегиональные. Тогда это немножко звучало непонятно для посторонних ушей. Зональные выставки, пошутить можно, нет? Когда художники едут с такой выставки, где-то в поезде, в купе двое сидят, и рядом еще сидят люди. Один говорит, спрашивает, ты откуда? Он говорит, я с зоны. А что, говорит, там? Да вот Петрова повесили, этого повесили, а этого нет. Видите, такое звучание происходит. Разговоры художников. То есть сначала областные выставки, потом вот эти вот, Большая Волга, ну, везде вся Россия разделена на регионы. У нас это Большая Волга, и потом Всероссийская выставка, и потом тогда уже Всесоюзная, да, тогда еще существовал Советский Союз, Всесоюзная выставка. То есть все это шло по этапу, отборы. И вот в 70-м году, в 69-м году наше здание было построено, где размещались художники, производственные мастерские, и мастерские творческие. И там проходила как раз выставка, посвященная столетию со дня рождения Ленина. После, естественно, уже в 80-е годы опять же новые привозились художники, но тогда было несколько другие условия, другое время. Как-то это было довольно проще. Или председатель, или он давал кому-то поручение, выезжали в ВУЗы, в тот же Суриковский, в тот же Репинский, если необходимы были кадры. Были и Стругановка, и Муха, так называемая, да, куда ездили. То есть смотря какие кадры нужны были. Нужны были монументалисты, значит, ехали или в Стругановку, или в Муху смотрели там, кто более достоин. И приглашали сюда, привозили. А здесь создавали, естественно, для молодых художников условия. Потому что молодой художник, приезжая туда, куда его пригласили, допустим, к нам в Ульяновск, Ему создавали, то есть он приезжал на правах члена Союза. И на правах члена Союза он, по-моему, находился где-то пять лет. Ему давалось для вступления в Союз. То есть он получал мастерскую, он получал, так же, как член Союза, заказы. Заказов тогда было предостаточно, довольно-таки, получал заказы. Он вставал, его ставили на очередь в обязательном условии, на квартире, получили квартиры. То есть все условия для них создавались тогда. А вот вы местный художник, вы же родились в 1956 году. В 1970-м вам было 14 лет. Вы здесь выросли. Как у вас проходило становление? Кто у вас были учителя? А потом вам вот так же предоставляли такие условия, как приезжим или нет? Ну, дело в том, что, во-первых, я все-таки не закончил такого серьезного учебного заведения. Да, я честно в этом признаюсь. Значит, в 1970-м году, это время, когда я занимался в изо-студии при Дворце пионеров. А кто у вас был? Дворец пионеров тогда. А, в 1970-м, наверное, уже переехал в новое здание Дворец пионеров. А до этого мне там больше как-то нравилось и заниматься, и какие-то, понимаете, условия какие-то другие были. И здание какое-то красивое было. Это Театр кукол. Да. Вот там находился Дворец пионеров. Там была изо-студия. Занимался я у Льва Николаевича Ницветаева, всем известного. Слава Богу, он жив, трудится. Я ему очень благодарен, потому что, наверное, такого педагога я больше не встречал. Это человек, который может увлечь, завлечь, что-то показать, объяснить, прочитать стихи, прочитать какой-то отрывок из книги. И я вот это вот помню до сих пор, да, чтобы мы сами сделали какие-то иллюстрации. А в новом здании, понимаете, уже не было тех раскладушек, да, так называемых наших мольбертов. Там стояли столы, на столах рисовать неудобно. Но все это как-то было уже не очень. Ну и, в принципе, я тогда почему-то, он меня увлек, Лев Николаевич, линогравюрой. И я тогда упорно резал линолеумом. Выставляли мои работы на какие-то конкурсы, печатали в газетах. Слава вообще обалденная была. Да? Серьезно? Эти линогравюры сейчас где? Линогравюры где-то, по-моему, до сих пор где-то лежат доски. Надо показать. Когда я делал персональную выставку к 50-летию своему, Лев Николаевич нашел где-то. Нашел, там я что-то такое, так это, мемцентр что ли вырезал. Зачем, спрашивается, для чего. Ну вот, может быть, патриотизм в те времена во мне так вырезал. Он показал, кто-то из присутствующей публики, кто на открытии был, говорит, А что, говорит, мемцентр? Он говорит, это его дети, с чем? Ну, пошутили тоже так, да. Пошутили так. А так, наверное, у меня отец был художник. Ну, художник был, так скажем, самодеятельный, он занимался в Москве когда-то, была, как же она, школа имени Крупской, заучная, да, для художников. Хотя там преподавателями там были весьма серьезные художники, даже Герасимов там давал лицензии их работам. Вот, они на местах делали рисунки, то есть им давали задания, присылали, они у себя здесь рисовали, писали, отправляли туда, потом писали лицензии, что и как, куда идти, в каком направлении. Он занимался, и он потом долгое время, ну, и остатки, в общем-то, своей жизни всей, он был художником-оформителем, и у нас в художественно-производственных мастерских работал. Наверное, может быть, вот это, может быть, он как-то заметил. А получилось таким образом, что был у нас скульптор один, знаете, как-то фамилии у меня частенько вылетают, Иннокентий, Иннокентий, Черунов такой был скульптор. Он лепил скульптуру какую-то, почему-то в областной больнице он ее лепил, там где-то в коридоре большая такая вещь. И вот отец меня, маленький вообще пацана, я очень любил лепить из пластилина. И туда привел показать, что вот это что такое. И вот этот Черунов, он мне говорит, прежде чем научиться лепить, надо научиться рисовать. И поэтому я пошел в изостудию, учиться рисовать, чтобы стать скульптором. Но скульптором не стал, когда дошел до живописи, до красок, мне больше нравится все-таки краску вмесить. Вмесить краску. Ну вот с 2012 года вы возглавляете наше региональное отделение Союза художников России. Наверное, времени у вас не остается творить. Или все-таки успеваете? Я думал, вы скажете, что время у вас руководить не остается. А, руководить не остается. Мне, в принципе, не так долго осталось руководить. У нас в конце следующего года будут перевыборы. И вы надеетесь, что вас перезаберут? Не знаю. Ну, наверное, и в какой-то степени. Понимаете, и тяжело все это, да? Потому что все-таки очень много сил, сил моральных это отнимает. Потому что до сих пор многие художники живут еще в том государстве. И претензии еще те сохранились. Когда дай то, дай другое. Но мы не можем этого ничего дать. Время изменилось, все изменилось. Мы не можем этого ничего дать. И я не фокусник. Сев в это кресло, я ниоткуда этого не достану. Сейчас Союзы, в принципе, все довольно... Да, ну и государство сейчас в тяжелом положении. А мы общественные организации, которые выживают как-то, да, там, за счет аренды, за счет чего-то. Естественно, тяжело. И вот это вот такие претензии, такие какие-то, все это ложится. А я еще, видимо, человек по натуре такой, что все это воспринимаю слишком тяжело. Близко к сердцу. Да. И потом какие-то разговоры, они всплывают. Думаешь, может быть, не так надо было. Может быть, как-то помягче. Но мягче не получается. Иногда, честно говоря, и доведут, и приходится и голос повышать. Ну, все это, естественно, отнимает и физические силы, и моральные силы, да и просто-напросто время отнимает очень много. Хотя, как вот первый год, как только избрали, да, здесь очень много нужно было и входить, и понять, чтобы что-то понять, что и как происходит, что и как нужно делать. И потом разобраться во всех этих бумажных делах тоже. То есть я год практически кисти в руки не брал. Никак у меня этого никак не получилось. А потом я, наоборот, стал активно-активно работать. И, допустим, пятница, суббота, воскресенье, все это мои дни. Хотя людям безусловно они этого не понимают. Они также продолжают звонить и названить. Ну, посмотрим в этом году. В конце года я буду делать выставку к своему юбилею. И, в принципе, тех работ, которые я выставлял 10 лет назад, их не будет. Это вот будет за последние 10 лет выставки. А много будет работ буквально за последние, наверное, 5 лет. Ну, можно сказать, когда вы были председателем. Показать, показать и количественно есть что. Ну, мне кажется, и так я тоже не могу. Вы же пейзажист, а где вы пишете, куда вы езжаете на пленеры? Вы знаете, своей дачи у меня нет. Я не нажил как-то, не получилось. Раньше очень часто я выезжал. Меня приглашал наш художник Маврин Николай Константинович. Так, к нему выезжал. Это село Сара за Сурском. Там Сура, там прекрасная, естественно, природа. Там много наработанных изюдов. Потом ездил также Паймышкин. Николай Иванович меня приглашал. У него в Теренгуйском районе. Это село Сосновка. Там тоже, там несколько другой, это не Сура, там, наоборот, маленькая такая речка. Но ведь речку можно делать, художник может сделать и из такой, большую, да, и из большой, маленькую. Это уже наше дело. Но тоже интересно. И очень много времени, я ему, наверное, очень благодарен, ушедшему из жизни, это Куракину Александру Сидоровичу. У него дача была в Смородино. Это не доезжает до Артюркина. Такое, в общем, прекрасные места, интересный ландшафт. В общем, там можно писать все, что угодно. Этот карьер, это, если туда спуститься, то, пожалуйста, вам какой-то горный пейзаж можно написать при желании. Очень красивые места. Потом к нему и с ним я любил ездить. Дело в том, что он хорошим был живописцем, пейзажистом. И где-то он так меня и наставлял на путь истинный даже. Ну, то есть, по сути, он был учителем тоже. Ну, он не учителем, он мог, ну да, в общем-то, мог там по этюдам пройтись, вот ты его не видишь, а здесь вот, вот здесь вот, да. А это, ну, что ты сделал? Ну, что это, ну, даже пожурить, поругать и так далее. Но это все по-доброму, все это. А иногда я на него тоже вспылю, да что ты привязался там, из-за чего-нибудь. Ну, у него хорошо было от подачи. Жалко, ушел из жизни. Вообще, интерес к работам наших художников, он существует вообще, как зрителей? Что интересует? Кто посещает сейчас выставки? Как вы думаете? Вы знаете, вот мне все время хочется как-то изменить открытие выставок, да, что-то, что-то как-то, как-то по-новому. Один раз когда-то я, еще я не был тогда председателем, открывали чью-то выставку, и каждый выходит, мы вот, да, я вот его знаю, или там знал, там, с такого-то года. И кто-то стоит, говорит, слушай, я, говорит, как будто не на открытии выставки, а, говорит, как будто на похоронах на чьих-то. Мы его знали столько-то, мы его знали столько. И вот хочется как-то вот это вот изменить, но как, но как, я не знаю. Если бы какая-то молодежь бы подсказала, что ли, какой-то иной сценарий вот этому всему, может быть, тогда бы открытия были бы интереснее, может быть, и людям было бы интереснее, да, приходить. А так, в общем-то, когда на открытиях некоторых выставок смотришь, ну, наверное, от автора, опять же, зависит, да, смотришь, присутствуют в основном возрастные все люди, люди уже все в возрасте, в серьезном возрасте. На какие-то выставки более молодые люди приходят. А интересы, безусловно, существуют. Интересы к ульяновским художникам, к ульяновским живописцам, допустим, он существует не только в ульяновске. Раз приезжают из других городов, чтобы приобрести произведение, да, то есть интерес, естественно, есть. Или приглашают на выставки в другие города. И приглашают на выставки не только Союз, а и персонально, там, того или другого художника. Ну, я вот знаю, что в июне у вас Союз пополнился молодыми художниками, да, у вас появилась такая молодежная секция у организации. Ну, это так... Кто вошел? Вот они там могут как раз и подсказать. Ну, это, вы знаете, я как-то так подумал, но почему они у нас в стороне, их надо как-то, да, произошло, когда делали они выставку молодежи в библиотеке. Ну, что-то молодежь тоже так немножечко или заскромничала тогда, или, не знаю, почему, когда я им публично говорю, давайте пройдем по выставке, поговорим о ваших работах, да. То есть я же не собираюсь им, ну, как-то их хлопать там, попопить или еще что-то. Я просто где-то что-то мог бы подсказать, мог бы что-то где-то сказать, в каком направлении можно было бы пойти, в каком... Что в нем, допустим, есть того, что нужно дальше развивать, да, вот это вот, не потеряв вот этого зерна, идти дальше в какую-то сторону. Ну, что-то они стусовались и тогда ушли, поэтому, я думаю, надо их все-таки, наверное, к нам поближе, да, чтобы они и на наших выставках участвовали, и в жизни их вообще вовсю брать. Вплоть до того, что мы же ведь и сами грузим, и сами вешаем, и сами перевозим. Вы поймите, что это вот именно все происходит именно так. Ну и союз, это не секрет, это не только наш союз. Союз, если взять средний возраст, все-таки мы уже довольно, да, немного такая стареющая какая-то организация получается, а молодежь нам необходима. И, ну вот, первые три художника мы приняли в союз. Первый, это... Нет, Клементьев, он уже член союза, у нас еще троих приняли. Вчера заявление было от Валентины... Дочь Валентины Сотниковой, Настя принесла заявление на вступление в союз. То есть у вас такая династия уже получается? Да, но это всегда было, династии, они всегда существовали. Допустим, возьмите кого угодно, Худяковых. Да, тоже. Пожалуйста, династия идет. Клюевых. Мерзликиных династии. Клюевых династии, Сафронова династии, Горшунова, то же самое. Склерукадыч тоже. Ну, она преподает, да, я имею в виду тех, чьи дети вообще в нашей организации находятся. Это очень много. Те же Петровы. Да. Не в нашей организации, но все равно они в союзе, художников, сейчас они стояли в нашем союзе, сейчас перевелись в мозг, потому что и живут там, в общем-то и работают там. И проще там, и Дягилев, да, девять дочери вступили к нам в союз. Ну, собственно, у вас есть... Это разве там, да. Молодежь. Большое влияние на художников, конечно же, оказал народный художник Аркадий Александрович Пластов. На всех наших художников, мне кажется, такой хороший отпечаток налажал. А он входил в наше региональное отделение? Вы знаете, Пластов, он не входил в наше региональное отделение. Он, наверное, в московском был, да? Да, он входил в московское. Он свои работы выставлял только в Москве. Только в Москве. Здесь, вот, по крайней мере, насколько я знаю, по-моему, он... Ну, может быть, и были, я врать не буду, но, по-моему, он не выставлял здесь своих работ. Конечно, очень жалко, конечно. Да, ну, сейчас зато мы выставляем. Ну, сейчас, благодаря внуку, да. Да, вот, кстати, Николай Николаевич Пластов, он, наверное, часто с вами общается. Вот, как у вас встреча, по каким поводам проходит? Ну, встречи у нас проходят в основном-то все-таки в прохождении вот Пластовской осени, да, вот в это время. Ну, с ним мы, естественно, знакомы, у нас такие хорошие дружеские отношения с ним. Он человек, он очень простой и отзывчивый, да. Многим он кому-то помогает, кому-то там... Ну, многим помогает. Тоже, я, говорит, только что говорил, той же Корсунской школе, сколько он помогает делать. А одно то, что сколько он сюда выставок своего дедушки привозит и показывает нам. Это большое спасибо вам за это. А я, честно говоря, как-то его напрягать по каким-то своим делам, я что-то не очень... Ну, потому что, знаете, что он не откажет, хотя бы будет занят. Потому что, ну, это да, свои вопросы нужно решать самим, я так думаю. Ну, я не случайно заговорила о Пластове, поскольку Пластовская осень, вот, она стартует. Уже в выходной день 11-го числа будет такой пленэр большой, где и Пластов в прошлом году он был на этом пленэре. Ульяновск, Родина талантов, где соберется вся, все юные художники, и не только юные, уже с опытом. И будут на венце творить, писать свои пейзажи, картины. Вот, какое участие будет принимать ваша организация в этой Пластовской осени? Ну, в этой Пластовской осени, в общем-то, наверное, так же, как и предыдущие, да, наши художники будут проводить мастер-классы для... И для участия школ искусств, художественных школ, и просто для тех, кто хочет заниматься изобразительным искусством. И для преподавательского состава, если те тоже желают как-то повысить... Ведь насильно никого не заставишь, да, и ни к чему, да, кто желает как-то повысить свой уровень. То есть будут писать этюды, так же, как и молодые наши дарования, то есть вместе с ними. Так же, как обычно, наш заслуженный художник-склюрук Борис Николаевич выйдет с этюдником со своим, встанет и будет писать. Пожалуйста, наслаждайтесь, смотрите, как работает мастер. И кроме него, так же, и Слисарский Станислав Петрович, он в прошлом году, вот его прошлогодняя работа, она сейчас в Димитровграде. Вот как раз в эти дни она выставилась, да? На выставке, да, вчера мы открыли там две выставки в музее и в галерее «Радуга», вот одна из работ там. Там, ну, там несколько работ наших художников, которые написаны как раз во время прохождения вот этого массового пленера. По-моему, для детей, для детей это замечательно. Дело в том, что для городских, может быть, они привыкли ко всему уже, да, то, что вот вдруг там в школу к ним пришел, они не осознают этого, пришел народный художник Сафронов. Они не осознают этого, но пришел дядя, да. Или не Цветаев преподает, да, до сих пор, кстати, в одиннадцатом. И показал, как рисовать нужно. А вот для детей из глубинки, из районов, даже вывезти их оттуда, сюда, в Ульяновск, это и то уже для них подарок. Порисовать вместе со всеми, это для них громадный подарок. И мы проходили, когда, в прошлом году проходили, обсматривали все работы, потом уже за работу собирались мы, и их несколько раз просмотры проходили, которые отобрать туда, которые сюда, какие места там, чего-то, все это делалось с нашими художниками. И в этом году, наверное, будем заниматься тем же самым. Ну, а выставка будет какая-нибудь? Детская выставка. Или, ну, нет, вашей работы Союза художников. Ну, наша выставка будет, 14 числа будет открытие нашей выставки в нашем выставочном зале. Она, в общем, в рамках Пластовской осени, Пластовской ассамблеи, но она юбилейная. Вот как раз там и отметите, наверное. Восьмидесятилетие организации нашей посвящено будет. Там будут рестроспективные работы. То есть мы исходим из того, что даем возможность художнику, по его мнению, да, показать свое что-то лучшее, что он считает лучшим. Может быть, он лучшее написал в 70-м году, или в 80-х, или в 90-х. Ради Бога. Это история организации. Потому что обычно все выставки проходят, работы выставляются за последние пять лет. Пять лет, да, дается художнику на создание произведения, и ты выставляешь. Должен выставлять что-то новое, показывать, что ты работаешь. А здесь, пожалуйста, показывайте любых времен. И я думаю, что получится довольно интересная выставка. Да. Во сколько открытие? В открытии в 16 часов. Так что приглашаем всех на открытие выставки художника. Да, конечно, приглашаем всех на открытие нашей выставки. А о Пластове, когда говорили, да, то, что я, конечно, ну что, возраст не тот. Я его лично, я говорю, Аркадий Александрович, не знал. Но наши художники Ульяновские, естественно, тот же Маторин, тот же Лежнин, тот же Сафронов, да. Они его лично знали, они встречались с ним, они как-то рассказывали о нем. Вот Рубен, сын Виктора Алексеевича, когда открывали выставку, и там зал один был занят произведениями Виктора Алексеевича Сафронова. И тоже так, какие-то я им вопросы задал. И Виктор Алексеевич говорит, Рубен, а ты помнишь, как тебя Аркадий Александрович яблоком угощал? То есть это уже история, я говорю, эх ты не помнишь. А он говорит, а я не помню, я маленький. Да, конечно. То, что они общались, это, естественно, большое влияние его на них, а они, как Маторин и Лежнин, вот эта элита наша, да, в те времена художников, они, естественно, воздействовали своими уже произведениями, потому что мы, молодое поколение, смотрели, как пишет Маторин, как пишет Лежнин, да, как пишет Сафронов, учились у них, приходя на их выставки. То есть и через них, а про Аркадия Александровича, ну, конечно, про него все знали и в альбомах, и в альбомах, да, смотрели эти его шедевры. Это же, ну, гениальный художник. То есть мы все московские, московская вся молодежь, которая училась в Суриковском, бежали на выставки смотреть не кого-то, а смотреть именно Пластова. А в этом признаются и Зверьков, и многие другие художники. Зверьков, который подглядывал, как пишет Пластов, он сам об этом писал, то есть притворялся, что он спит, ночевал в мастерской, он притворялся, что он спит, а Пластов приходил рано утром писать. Он говорит, я притворялся, что сплю, а сам смотрел, как он пишет. А выставка Пластова будет в рамках Пластовской осени? Наверное, вы не в курсе. По-моему, вот на первом этаже там они открываются. Ну да, на первом этаже, да. То есть ульянцы смогут посмотреть и там, и там. В галерее Пластова там открывается выставка, я сейчас название, извиняюсь, затрудняюсь сказать, но там в три часа открывается выставка. И потом, так сказать, плавно передвигаемся на второй этаж и открываем нашу выставку. Ну, то есть мы ждем, вернее, и вы ждете. То есть все эти дни заполнены открытиями многочисленных выставок. И в Музее современного искусства, и в Ленинском мемориале, да, везде-везде масса выставок. То есть для ульяновских жителей, ходите, любуйтесь, наслаждайтесь произведениями. Ну, тогда встретимся в рамках Пластовской осени на какой-нибудь выставке, на вашей, в первую очередь. Обязательно, обязательно встретимся. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!